приветствую вас на моем канале в этом видео речь пойдет о видеокарте которую я купил на амазоне видеокарта шла ко мне вот в такой коробке 2 недели она мне обошлась с учетом всех скидок и доставки почти в 125$ итак приступим к распаковке и обзору в картонной основной коробке вот есть такая квитанция с QR кодом с описанием от амазона и собственно сама коробка от видеокарты на коробке видно какие технологии поддерживает эта видеокарта это достаточно современная видеокарта Radeon RX 570 с объемом памяти 8 гигабайт пропускной способностью шины 256 бит и производителем этой видеокарты является XFX китайский бренд но я в этом ничего пока плохого не вижу коробка запечатана круглым скотчем вот и посмотрим что внутри основная причина по которой я купил эту видеокарту это кодирование и декодирование видео а именно после приобретения фотоаппарата и экшн камеры которые поддерживают видео в формате 4К уже начало не справляться с декодированием видео в программах видеомонтажа поэтому мне и пришлось купить внешнюю видеокарту в комплекте табель питания компакт диск с драйверами поднимаем вторую картонку и видим предупреждение как подключать видеокарту и уведомление о драйвере что диск предназначен только для установки драйверов без наличия интернета собственно в антистатическом пакете находится сама видеокарта мне кажется она выполнена качественно все элементы заклеены пленкой это значит что видеокарта в принципе новая на обратной стороне так называемый бэкплейт это как я понимаю просто защита самой видеокарты от внешних воздействий вот видно такие разъемы которые закрыты пластиковыми заглушками я их даже снимать не буду потому что у меня монитор пока подключается по DVI разъему итак необходимо снять эти все пленки и приступить к установке видеокарты в системный блок вот снимаю я пленки они конечно не так легко снимаются но все же для красоты я их сниму по всем краям так пленку снял слава богу защита разъема PCI Express тоже можно снять и перехожу к установке видеокарты видеокарта занимает два слота поэтому я отламываю две заглушки и устанавливаю в PCI Express слот синий у меня в моей материнской плате обозначает 16x черный 8x поэтому устанавливаю в синий так установил до щелчка и подключаю питание это 6 пин и подключаю обратно всю периферию к системному блоку включив компьютер я расскажу о технологии называется Zero Noise это управление скоростью вращения кулеров в случае если температура видеокарты не превышает 60 градусов по Цельсию вентиляторы не вращаются тем самым делая видеокарту совершенно бесшумной поскольку я в игры не играю тестирование буду проводить в программе PowerDirector 17 результатом будет время кодирования между процессором интегрированная графика Intel QuickSync и видеокартой все видео которое я буду использовать записывалось в разрешении 4К с битрейтом 100 Мбит в секунду и кодеком XAVCS итак я разместил в программе проект с самого этого видео проект занимает он небольшой рендерить я буду 4 минуты 48 секунд но в среднем я пишу это 5 минут думаю разница не очень большая все видео почти в формате 4К видно 95 Мбит в секунду это почти 100 Мбит с кодеком XAVCS переходим в окно уже непосредственно самого рендера выбран кодек XAVCS а ниже указано что будет применено аппаратное кодирование после рендера трех видео я собрал все данные в табличку и визуально показываю вам диаграмму которая показывает что центральный процессор во всех трех случаях был загружен на 100% в случае когда обработка видео совершалась непосредственно процессором абсолютно никакие графические решения применены не были в случае с гибридным Intel Quixin графическое ядро Intel HD 3000 было задействовано на 18% при рендере видео видеокарта сама была загружена приблизительно на 70% и перейду к следующему слайду который покажет сколько процесс обработки видео занял в минутах итак обработка видео процессором заняла 18 минут абсолютно такой же проект абсолютно такое же видео было обработано с помощью технологии Intel Quixin за 16 минут и видеокарта Radeonero X570 справилась задачей быстрее всех обработав видео почти за 5 минут выводы мои следующие что видеокарта однозначно ускоряет процесс обработки видео вопрос заключается только в программной реализации аппаратных возможностей самой видеокарты это зависит напрямую только от производителя разработчика программного обеспечения для видеомонтажа задавайте вопросы в комментариях подписывайтесь на мой канал удачного вам видео монтажа